Это значит, что вас будут преследовать не только в одном месте. Если вас преследуют в одном месте, бегите в другое. А затем идут слова, которые все вы знаете. Говорю вам истину. Пристегнитесь. Вы постоянно будете менять города. Вы будете переходить из города в город, и везде вам будут нерады. Нам нужно запрограммировать себя на это, а не обижаться. Я рассказал людям на работе о Господе, а они не захотели меня слушать. Меня это так обидело. Мне иногда тоже обидно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Рад снова видеть вас. Мы сегодня поговорим на тему «Нет страха, нет ума». Я знаю, что сейчас это модно, и повсюду полно футболок, плакатов и баннеров с надписью «Никакого страха». И никто из нас не хочет, чтобы страх держал нас в плену или ограничивал наш выбор. Но на самом деле, если у вас нет страха, то вы недостаточно умны. Мы созданы с внутренним страхом, который должен защищать нас. А еще есть такие виды страха, которые нам важно иметь. Например, страх Господень. Его наличие гарантирует нам много Божьих обещаний. И сегодня мы откроем наши сердца и наши Библии, и посмотрим, можно ли в период безумного страха из-за пандемии и других событий понять, какой страх здоровый, какому страху нужно сказать «нет» и как стоять твердо, когда многие церкви дрожат от этого самого страха. Возьмите свою Библию, блокнот, а главное, откройте свое сердце и давайте слушать с Бога. Приятного вам просмотра. Наша сегодняшняя тема называется «Нет страха, нет ума». Думаю, вы часто видели надписи «Никакого страха», и в нашем сознании уже отпечаталось, что первая реакция на все сюрпризы жизни — это «никакого страха». Но я считаю, что «нет страха, нет ума». Не всякий страх — это плохо. Некоторые виды страха помогают нам. Я бы даже сказал, что некоторые виды страха необходимы нам. Нам нужно стать более разборчивыми в нашем понимании страхом. Страх и волнение часто идут вместе. Даже в Писании. Они, конечно же, идут вместе в периоды неопределенности, когда уровень тревоги возрастает. Тема страха и волнения часто затрагивается в Евангелии от Матфея. И сегодня мы рассмотрим Евангелие от Матфея немного детальнее. В Нагорной проповеди, в одной из самых известных публичных проповеди Иисуса, Иисус шесть раз говорит нам «не волнуйтесь». А если Иисус говорит «не делать чего-то», то это возможно сделать. Но если учесть, что Он сказал это шесть раз, то понятно, что у нас есть искушение или склонность волноваться. Он говорит, что есть альтернативный путь. Мы не должны быть побеждены волнениями. Даже если в нашем мире происходит что-то пугающее или возмущающее нас, мы можем выбрать реакцию, которая не продиктована страхом или волнением. И это хорошая новость. Вы должны бы сейчас бросать в воздух свои конспекты с криками «Аллилуйя!» Потому что большую часть прошлого года мы были в заперти, в масках, вдали от друзей. И все это было реакцией на основании страха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 27 стих. И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Иисус признает, что мы склонны беспокоиться. Мы беспокоимся о нашем будущем. Мы не можем изменить будущее, но большую часть жизни мы полны беспокойства. Потому что будущее — это неопределенность. А Иисус говорит, что это бесполезно. Вы можете повлиять на свое будущее своими решениями, которые вы принимаете сейчас. Но беспокойство о будущем ни на что не влияет. Но при этом мы тратим множество времени, сил и энергии на беспокойство о будущем. И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Волнение не в силах изменить ваш гардероб. А в 33 стихе Иисус дает нам альтернативу. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. Это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. И на это нужно ответить самим. Я не думаю, что здесь Иисус осуждает планирование. Есть разница между планированием будущего и беспокойством о будущем. Если у вас есть план, то его можно подкорректировать. Если мы чему-то и научились за прошлый год, так это тому, что гибкость — это важно и даже полезно. Но беспокойство о будущем не изменит будущее. Это серьезный разговор. Я понимаю, что мы сейчас в церкви и наслаждаемся прекрасным вечером, и нам не хочется признавать, что у нас проблема. Но если мы послушаем то, что сказал Иисус, и продолжим. И дальше волноваться, то нас ждут не очень хорошие последствия. В Евангелии от Матфея 14 главе мы видим три разных истории и разных взгляда на страх. Например, в пятом стихе мы читаем о страхе Ирода. Он был политиком и влиятельным человеком. Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. В том случае общественное мнение защищало жизнь Иоанна Крестителя. Но в конце концов Ироду не хватило смелости заступиться за Иоанна. Он убил Иоанна Крестителя не потому, что дал обещание девушке, танцевавшей перед ним. Он сам давно хотел убить его, еще задолго до этой сделки. Мнение людей сдерживало ненависть Ирода и его желание убить Иоанна. Так и Христос в вас приносит разницу в этот мир. Я уже давно призываю вас использовать свой голос и свое влияние, чтобы поговорить с людьми в вашем окружении, о вашем мировоззрении, вашем отношении к Иисусу и к Слову Божьему. Вы должны говорить о важности жизни и о том, что детей важно учить страху Господнему. Все эти вещи должны звучать из наших уст, потому что наше мнение изменяет ситуацию в обществе. Оно берегло жизнь Иоанну Крестителю, а наше отсутствие на публичной арене приводит к опасному и уязвимому положению некоторых вещей. «Мы молчали слишком долго. Господи, прости нас. Мы хотели одобрения безбожников больше, чем принять Твое поручение и почтить Тебя. И это должно измениться». Ирод боялся мнения людей. «Ну да ладно, мне лучше остановиться». Та же самая глава. Евангелие от Матфея, 14 глава, 27 стих. Иисус идет к ученикам, но не по земле, а по Галилейскому морю. А когда ученики увидели, что кто-то приближается к их лодке посреди моря, они были в ужасе, но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это Я. Не бойтесь». Они боялись того, чего не понимали. Они испугались силы и власти, которых они еще никогда не видели. Иисус сказал, что этого бояться не нужно. Мы тоже боимся этих вещей. Если вы выросли в церкви посреди религиозных традиций, то, скорее всего, вы неохотно воспринимаете выражения веры, которые выходят за пределы вашего понимания. «Я не хочу влезть во что-то неправильное. Я не хочу пойти по неверному пути». Это понятно, но мы не должны бояться духовных вещей. Иисус сказал, «Это всего лишь Я». Вы должны хорошо знать Иисуса, чтобы понимать, есть ли Он в чем-то, чего вы раньше никогда не видели. Если вы знаете Его очень узко, то, скорее всего, вы не распознаете Его в чем-то новом. А нам нужно познавать Иисуса по-новому, потому что нам нужны новые ответы. Верно? Нам нужно открыть свои сердца. Нам нужно узнавать Его. И чем больше, тем лучше. Затем, в этой же истории, Петр говорит, «Иисус, если это ты, я тоже хочу пойти по воде». Иисус отвечает ему, «Ну так давай». И Петр вышел из лодки. Представляете, как закатывали глаза другие ученики в той же лодке? «Ах, опять этот Петр!» И вот этот человек пошел по воде. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал, «Господи, спаси меня! Я, кажется, погибаю!» Тут есть фраза, которая привлекла мое внимание. В оригинале сказано, «Увидев ветер, вы не можете увидеть ветер». Ветер можно почувствовать или услышать. Можно увидеть воздействие ветра. Можно увидеть, как он наклоняет деревья или возмущает воду. Петр увидел волны. Он был напуган материальным проявлением силы, которую он не понимал. А что сказал на это Иисус маловерный? «Зачем ты стал беспокоиться? Ты ведь уже стоял там. Но твое беспокойство впустило страх, и ты начал тонуть. Перед тем, как бросать в Петра камни, заметьте, что он начал тонуть. Если вы бывали в воде, то знаете, что вы либо плаваете, либо тонете. Вы не начинаете тонуть. Я был на Галилейском море, причем десятки раз. Но я никогда не начинал тонуть там. Когда я там, я всегда пытаюсь пойти по воде. А вдруг сейчас моя очередь? Хорошо, что я умею плавать. Итак, понятия страха и волнения тесно переплетены между собой, и нам нужно быть более внимательными и разборчивыми в этих вопросах. Давайте откроем еще одно место в Евангелии от Матфея, 10 главе. Иисус дает своим ученикам четкие инструкции на тему страха и волнений. Он отправляет 12 учеников на служение. Он отправляет их парами, чтобы они послужили без него. В этом отрывке он дает им весьма практические советы, инструкции о том, как идти куда-то в его имя. Думаю, нам с вами они тоже подойдут. Итак, Матфея, 10 глава, 22 стих. Я разбил этот отрывок на несколько частей. 22 стих. «Все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину, вы не успеете обойти всех израильских городов, как придет Сын Человеческий. Вот вам информация о следовании за Господом и о том, что может вас ждать». Некоторые люди будут ненавидеть вас за Иисуса. Не удивляйтесь и не обижайтесь. Так и должно быть. Затем он говорит, «Когда вас будут преследовать?» Он говорит, «Когда, а не если». То есть преследования будут. И он учит нас, как нужно реагировать. «Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой». Мне это не нравится. Лучше бы он сказал, «Когда вас будут преследовать в одном городе, вызывайте огонь с небес, а потом сделайте барбекю». Он сказал, «Когда вас преследуют в одном месте, двигайтесь дальше». То есть так вы поймете, что пора двигаться дальше. Есть места, которым нужно услышать ваше послание. Поэтому двигайтесь дальше. А это означает, что вас будут преследовать не только в одном месте. Если вас преследуют в одном месте, бегите в другое. А затем идут слова, которые все мы знаем. «Говорю вам истину, пристегнитесь». Вы постоянно будете менять города. Вы будете переходить из города в город, и везде вам будут не рады. Нам нужно запрограммировать себя на это, а не обижаться. Я рассказал людям на работе о Господе, а они не захотели меня слушать. Меня это так обидело. Бедняжка. Мне иногда тоже обидно. А в 24 стихе Иисус дает нам следующие инструкции. «Ученик не выше своего учителя и слуга, не выше господина». То есть у вас не будет лучших результатов, чем у него. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя и слуга положения своего господина. В чем заключается наше задание? Что значит быть последователем Христа? Что значит полное посвящение Иисусу? Нам нужно пытаться стать такими, как он, и он говорит, что этого достаточно. Ученик должен стать таким, как его учитель, а слуга, как его господин. Вам больше ни к чему не нужно стремиться. Мы должны принести Божьи взгляды в наш мир, и нашим примером для этого является Иисус. Меня это освободило? Если хозяина дома называют Вильзевулом, то тем более домашних его. Если главного называют дьяволом, то и те, кто следует за ним, тоже будут называть дьяволом. И затем он говорит нам, как мы должны на это реагировать. Итак, не бойтесь их. Когда они говорят, что вы дьявол, не бойтесь их. Если Иисус говорит нам не бояться их, это говорит о том, что в этом должно быть что-то пугающее, потому что Иисус слов на ветер не бросает. Это будут либо неравные силы, либо лишения каких-то привилегий, либо еще какие-то трудности, в которых вы можете оказаться за свое служение Иисусу. В случае Иисуса ему закрывали доступ ко многим вещам, а в конце его ложно обвинили, осудили и казнили. Он не говорит, что нас тоже убьют. Он говорит, если вам скажут, что вы выбрали не ту сторону, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня. И что вам сказано шепотом на ухо, провозглашайте с крыш. Итак, каким должен быть наш энтузиазм? Что вы услышите в тайне, рассказывайте всем. Что вы понимаете, то и рассказывайте тем, кто готов вас слушать. Церковь. Мы слишком долго были робкими. Мы были смелыми только в своих зданиях. А еще, посадите нас на самолет, и мы расскажем наши свидетельства. Мы пробудем там всего пару дней и вернемся домой. И что там будет дальше, нас не волнует. Куда проще быть смелым для Иисуса на другом континенте, чем за своим забором. Потому что люди за вашим забором видели, как вы пнули собаку, слышали крики из вашего дома. Но нужно начинать там, где мы находимся. Итак, 28 стих. «Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может». Это не очень просто принять. «Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может». Иисус просит вас поверить, что есть нечто большее, чем ваша материальная жизнь. То есть с нами может произойти что-то хуже, чем какие-то материальные лишения. Подумайте об этом. Это должно проникнуть в глубины вашего сердца. Все потому, что почти все, что с нами происходит, и все поощрения, которые мы получаем, имеют материальный характер. Берите все, что можете, достигайте своего максимума, выкладывайтесь на полную. А тут сказано не принимать решений на основании каких-либо материальных показателей, потому что они важны везде, но только не в Писании. Писание призывает вас отказаться от чего-то материального, что вы добились или достигли. И когда вы слышите что-то подобное, вам сразу же хочется отойти в сторонку. А Иисус говорит, «Не бойтесь тех, кто может принести вам материальный вред. Задумайтесь над этим, потому что это нечто большее, чем просто вежливо кивнуть и сказать «Аминь, брат». Не бойтесь тех, кто может принести вам материальный вред». Тут Иисус создает совсем новую парадигму, новое понимание успехов и достижений, новую систему ценностей. Мы в мире, но мы не от мира. Мы не должны быть настолько зацикленными на небесах, чтобы не быть пригодными для жизни на земле. Об этом я вас не прошу. Я не прошу вас быть глупыми или невежественными. Мы уже много рассмеялись над этим, но если у вас закончился бензин, вам не нужно молиться, вам нужно на заправку. Вам нужно заплатить за бензин. Я не прошу вас отключить свои мозги. Я прошу вас принять во внимание новую составляющую, Иисус сказал, «Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело». С этой мыслью нужно свыкнуться. Подумайте, как это применить к вашим обстоятельствам. 29 стих. «Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монетку? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего небесного Отца». Иными словами, Бог посещает похороны воробьев. Ни один из них не падает на землю без его ведома. А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны, поэтому не бойтесь. Вы дороже множества воробьев. Вы имеете огромную ценность в глазах Бога. И когда вам трудно или страшно, помните, что Творец всего наделил вас с огромной ценностью. 32 стих говорит, «Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим небесным Отцом». Если вы представители Иисуса, Его посол, если вы своими словами и действиями говорите о том, какую роль Иисус играет в вашей жизни, то это имеет не только теоретическое или евангельское значение. Это скорее ваша точка безопасности. Тут вопрос в том, кого и чего вам следует бояться. Бог заботится о вашей жизни, но все крутится вокруг вашей готовности признать Его. Как вам оставаться уверенными в том, что Бог позаботится о вас до конца? Вам нужно быть явным представителем Иисуса на этой земле? Если мы молчим, не говорим или не желаем вмешиваться, то тем самым делаем себя уязвимыми. А кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом Моим Небесным? Вспомните, пожалуйста, весь контекст этого места. люди будут ненавидеть вас, вас будут гнать, но двигайтесь дальше. У вас будет больше возможностей. Будьте таким, как ваш учитель. Этого достаточно. Об учителе говорили плохие слова, и о вас тоже будут. Не бойтесь, когда вам угрожают. Вы имеете огромную ценность в Божьих глазах. А также никогда не забывайте признавать Меня перед людьми. Это говорит Сам Иисус. Если вы признаете Меня перед людьми этого мира, и Я признаю вас перед Отцом Моим Небесным. Так что не бойтесь. Все это шаблон того, как проходить страшные времена. Так что положитесь на Бога. В конце я хотел бы помолиться, но сперва я хотел призвать вас думать о страхе немного в другом ключе. Мы должны понять, что есть дух страха. Думайте о нем как о человеке без тела, который приходит в вашу жизнь без приглашения. Он приходит и начинает влиять на ваши решения, ваш выбор и ваши планы. И он готов занять столько места, сколько вы ему дадите. Недавно ко мне подходила женщина. Она сказала, я работаю в больнице медсестрой. Мне предстоит операция. Я понимаю, что это неумно, но я уже дважды отменял ее из-за страха. Я ответил, мы можем сказать страху, уходи во имя Иисуса. Это личность, которая вмешивается в ваши жизни, и вы приказываете ей уйти во имя Иисуса. Мы произнесли короткую молитву, а через несколько недель она подошла ко мне и сказала, это «Хочу помолиться и за вас. Мы скажем страху убираться». Отец, спасибо за то, что кровь Иисуса дала нам свободу от духа страха. Страх ты не имеешь власти над нашей жизнью. Уходи во имя Иисуса, и пусть твое место займет уверенность в Боге. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Через минуту мы вернемся к нашей теме. Мы прожили удивительный год. Чуть больше года назад мы познакомились с вирусом, который прибыл к нам из Китая. Затем начались разговоры о пандемии, а в нашем словаре появились новые слова, такие как самоизоляция и карантин. А потом начались изменения в нашей повседневной жизни, которые мы представить себе не могли. Закрылись школы, бизнес, рестораны и даже церкви. Я и представить не мог, что такое возможно. Прошло уже много месяцев, но мы еще не свободны от этого. Наши детевцы еще не вернулись к прежнему образу жизни. Наши церкви еще не такие, как до ковида. Мир изменился, и мы будто бы оказались в ловушке из страха, тревог и неопределенности. Мы потеряли веру в институты, которые раньше казались нам стабильными. Мы не знаем, можно ли доверять выпускам новостей, где искать правду. А я предлагаю обратиться к Библии. В своей нагорной проповеди Иисус шесть раз говорит не волноваться. Если Иисус сказал нам не волноваться, то мы можем быть свободны от волнений. Я взял эту проповедь и изучил ее, и у меня получился курс из шести частей. Он представлен на диске и в учебном пособии с очень креативным названием «Свобода от волнений». Я уверен, что этот курс поможет вам выйти из страха и волнений и перейти к уверенности в своем будущем из-за того, кому мы поклоняемся. Вы можете изучать его с родителями, которые переживают за своих детей, или со своими коллегами, которые переживают из-за финансовой нестабильности. Прошу вас, соберите несколько человек и пройдите этот курс, и вместе мы сможем иметь свободу от всяких волнений благодаря той власти, которую дал нам Иисус, и она реальна в нашей жизни. Так что приятного вам изучения. Да пребудет с вами Бог. Служение Алана Джексона верит, что церковь – это инициатива Иисуса, и мы хотим поддерживать эту инициативу любыми способами. Этому также способствуют люди, которые верят в миссию. Вместе мы хотим помочь людям стать более посвященными и успешными последователями Христа. Если вы пожертвуете 40 долларов или больше, то мы вышлем вам учебный курс пастора Алана «Свобода от волнений». Он состоит из шести видеоуроков и учебного пособия. Присылая свои пожертвования, вы можете запросить этот курс. Это можно сделать на нашем сайте или по телефону, который вы видите на экране. Будем с нетерпением ждать ваших писем и звонков. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.